Христос снова распят Приветствую вас, дорогие друзья! Статья под таким названием вышла в монастыре Григориат, расположен на святой горе Афон. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, пишут отцы. Все это связано с принятым законом греческим парламентом об однополых браках и разрешении им усыновлять детей. Отцы пишут, что те, кто подчиняется приказам глобалистов, подвергаются великому искушению. Силы тьмы, иностранные и внутренние, замешанные в этом мероприятии. Церковь, сенат, духовенство и народ возвысили голос до небес, что это преступление, но не услышали правители мира сего. Тяжелые последствия теперь ложатся на наши плечи и на плечи наших детей. И старые, и молодые, и нерожденные все теперь будут терпеть. Особенно невинные дети, над которыми готовится самое позорное издевательство. То, что такой закон установлен против Бога, не вызывает ни у кого сомнения. Но победа принадлежит закланному агонцу. В итоге победит Христос распятый, и те из нас, кто будет Христов, будут распяты с Ним. Он ожидает, что мы последуем за Ним. Во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 17, мы читаем. «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Ряд греческих иерархов на материковой Греции, в частности, митрополит Перейский Серафим, вместе со священниками в веренной ему епархии, приняли совместную резолюцию, в которой они объявили об отлучении от церкви греческих политиков, голосовавших за легализацию однополых браков в Греции. «В целях защиты нашего служения и соблюдения нашей ответственности перед Пресвятым Богом мы прерываем наше общение с теми, кто проголосовал против Божественного Закона, со всем, что это подразумевает, пока их покаяние не будет подтверждено отменой этого непристойного закона национальным парламентом», сказано в заявлении. «Расписание ближайших поездок под этим видео». «Поедем, братья, помолимся». «Буря» «Буря»